Сирийские повстанцы выбили террористов в ИГИЛ с военного аэродрома вблизи захваченной Раки. Город считается неформальной столицей, захваченной боевиками территорий. Таким образом, Альянс демократических сил Сирии смог полностью блокировать сообщения с Ракой в западном направлении и завершить блокаду города. Аэродром находится в 50 километрах к западу от Раки. Следующая цель повстанцев – крупнейшая в Сирии плотина на реке Ефрат. Во время тяжелых бомбардировок она была частично разрушена, что представляет угрозу для городов, расположенных внизу по течению. Суд в Египте приговорил к длительным тюремным срокам виновных в крушении судна с мигрантами. Всего осуждены 56 человек. Сам инцидент произошел 21 сентября прошлого года. Погибли 203 человека. Спасти удалось только 169. Происшествие стало одним из самых смертоносных с участием мигрантов в Средиземном море. По данным следствия, незаконные перевозчики не один год свозили беженцев на побережье из разных провинций Египта. Такие услуги стоили около 2000 долларов. В этот раз людей отправили к берегам Италии на перегруженной лодке. Судно затонуло у египетских берегов. Оправдательный переговор вынесли только одной обвиняемой. Остальным дали от 7 до 14 лет тюрьмы. Спустя месяц после крушения парламент Египта принял закон о присуждении тюремных сроков и штрафов людям, виновным вне закона транспортировки мигрантов, включая выступающих в роли посредников. Пенсионный фонд Украины прекращает сотрудничество и выплату пенсий через дочерние структуры российских банков. Делается это, чтобы выполнить требования санкций против этих финансовых учреждений. Напомним, их ввели против российских Сбербанка, Виэста-банка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ-банка. В частности, на их счетах запрещено размещать государственные средства. В фонде заявляют, пенсионерам, которые обслуживались в этих учреждениях, предложат альтернативные варианты. Лучшие индийские дизайнеры подготовили к модному показу в Индии наряды из текстиля ручной работы. Шелковые сари и блузы, хлопковые костюмы. Для всех изделий выбраны ткани, созданные на ручных станках. Такие наряды становятся все популярнее среди индийских модниц. А это помогает возрождению традиционного ремесла. «Думаю, сейчас очень подходящее время для создания чего-то нового в моде. И благодаря этому произойдут настоящие изменения. Тогда мы увидим масштабное возрождение изделий ручного ткачества из Индии по всему миру». На показ моды в этом сезоне дизайнеры пригласили и самих ткачей. Так мастера смогли увидеть, что получается из их продукции. «Обычно мы не видим, куда отправляются наши ткани, что из них делают. Но здесь мы увидели конечный продукт. Это предстало прямо перед глазами и просто поразило меня. Теперь мы все счастливы». Производители ткани ручной работы говорят, процесс создания их продукции более экологичный, чем на современных предприятиях. «Мы используем кинетическую энергию для производства очень большого объема тканей, особенно хлопчатобумажной. Такого нет нигде в мире, и это самая лучшая технология». Сейчас Индия – один из крупнейших в мире производителей текстильной продукции. Также растет и экспорт изделий ручной работы. Они пользуются большим спросом в США, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. Индийские мастера надеются, что правительство будет больше поддерживать их ремесло. Тогда ручное ткачество перестанет считаться в Индии исчезающим искусством.